Бывает такое, что ты вдруг вспоминаешь, что у тебя, оказывается, есть PlayStation 5, когда по сети бегают новости о том, что выходит новый эксклюзивный прег. Несмотря на то, что в интернете модно поливать говном эксклюзивы PlayStation, виня их в однообразности, бесконечные прятки в кустах, но так или иначе они вызывают интерес, и в этот раз у нас появилось действительно что-то новенькое и нетипичное для Sony, а именно командный шутер под названием Concorde, о котором я тебе сегодня расскажу. Дело в том, что недавно прошла бетка, в которую я все-таки успел поиграть, пощупать, а самое главное понять, что из себя представляет новый командный шутер, который, спойлер, нахрен никому не будет нужен. Начну с того, что при первом показе данного проекта интереса он особо не вызывал. Да, что-то галактическое, что-то визуально реалистичное, вроде бы что-то интересное, но когда тебе показывают CGI трейлер, никогда лучше не делай вывод об игре. В этот раз Sony действительно пошло в разнообразие, и вместе со Firewalk Studios решили игрокам подарить космический командный шутер. Кстати, для тех, кто не знал, эти ребята, бывшие разработчики, трудившиеся над таким проектом, как Apex Legends, Mass Effect, Bioshock Infinite, Destiny, Guitar Hero 2, и на самом деле это капец как чувствуется, так или иначе какие-то идеи, механики, они очень и очень схожи. Первым, что хотелось бы отметить, это визуал, именно графическое исполнение игры, стилистику. Скажу честно, она прям приятная, красивая, и в то же время свежая, то есть даже при бете нет ощущения того, что это какой-то устаревший шутерок, или игра не 24-го года. Цвет, анимации, цветовая гамма, мимика персонажей здесь реально сделаны добротно. Хочется походить по локациям, поглядеть на оружие, в общем, за графическую работу Sony можно реально кинуть респект. Ощущается, как, знаете, некая NX-геновская темка без оглядки на PS4. И оно так и есть, ибо игра выходит чисто под плойку пятую и ПК. Визуал как бы визуал, но в игре это самый главный игровой процесс, и напоминаю, что это командный шутер от первого лица. И в целом каких-то жестких минусов с точки зрения геймплея, стрельбы, я тут не учуял. Играется довольно бодро, конечно, в первой катке вообще ничего не понимаешь, куда идти, какого урода выбрать, как лучше вести бой и так далее. Ибо в игре у нас большой ТТК, а если у нас большой ТТК, значит... Ну, короче, в соло ты тут практически ничего не сделаешь, ведь не просто так это командный шутер. Поэтому ходи все время с кем-то из своих, и тем, кто любит скоростные бои, как в колде, где ты можешь зарашить в одного, вообще не стоит заглядывать на этот проект, правда. Конкорд похож больше на Overwatch, только он ощущается, опять же, более свежой из-за стилистики, с более приятным импактом. Конечно, не все пушки идеально чувствуются, многие из них какие-то, знаете, пустоваты по применению, но мне это показалось все же лучше, чем в Овере. Ибо ты чувствуешь и выстрелы, и попадания. Может быть, конечно, все из-за того, что я играл на геймпаде, и Sony не забыла про свою суперинновационную вибрацию на DualSense. И проект, на самом деле, довольно хорошо ее использует, это чего при выстреле или при других активностях ты чувствуешь что-то руками. И вот кто бы что ни говорил, ну, те, кто любит играть без вибрации, все-таки именно она дает прикольные чувства, которые украшают игровой процесс и восприятие от проекта. У каждого из персонажей есть оружие, у кого-то даже два, две спецспособности и характеристики для баланса. Кто-то тяжелый, медленный, но с броней, кто-то быстрый, летающий, ловкий, но не сильный и так далее. Короче, ситуация типична для игры, у которых есть разные персонажи. Количество их тоже обрадовало, и мне кажется, для себя каждый найдет какого-то прикольного перса для своего темпа игры. Но самое плохое, что есть в этой игре, наверное, это внешность персонажей. Я понимаю, что это шутер от первого лица, и в целом ты не видишь за кого-то играешь, но из всех персонажей более-менее выглядит нормально всего лишь парочку. В остальном это, извините меня, просто цирк каких-то уродов. И глядя на весь этот список, у тебя нет какого-то, не знаю, эстетического чувства. И оно тут, на мой взгляд, не возникает из-за неправильно выбранного дизайна персонажей, который ну вообще никак не цепляет. Да, понятное дело, что это галактический шутер, будут скинчики, которые вы можете либо выбить, либо купить, но первое впечатление, оно все-таки важное. И что касаемо имперсов, то у них не удалось сделать что-то привлекательное и харизматичное. Знаете, у меня сложилось впечатление, что они просто накурились, и каждый сотрудник нарисовал на того или иного персонажа что-то от себя. Или это просто какой-то рандомный генератор от искусственного интеллекта. Мне, кстати, не по визуалу, а по чувству игры, очень понравилась, вы не поверите, бабуля, то есть княгиня. Она мне почему-то подошла лучше всего, у нее есть некий магический шар, который при сужении наносит урон, двойной прыжок, смайсер, она шустрая и к тому же может ставить стены. Короче, прикольная бабуля, а еще и снайперша мне понравилась. Да, тоже добротно играется. Кстати, напишите в комментариях, кто понравился вам, если вдруг играли. Единственная условность поединка, так это то, что персонажи повторяться не могут. Если вдруг вы не успели взять своего любимчика, извините, будьте добры брать другого. Карты здесь, кстати, сделаны неплохо, они не бесят, они легко запоминаются, в них легко ориентироваться. Идеально сделаны, кстати, под количество игроков, которые на карте, отчего у меня не возникало чувства, что я бегаю там 30 минут без дела и никого не вижу. В общем, бои тут реально ощущаются интенсивно. Единственное, мне не по душе пришлось невосстанавливающейся жизни. Да, либо ты берешь перса, который лекается, либо стоишь рядом с тем, кто может дать тебе леку, ну, либо на карте ищешь аптечку, которая тебя чутка восстановит. Не знаю, как вы, но поскольку я играл в соло, с лечками было тяжело, если не находился норм чел, который тебе может их предоставить. Поэтому, видимо, такой вот намек, либо бери хиллера, либо ходи рядом с хиллером. И вот казалось бы, вроде разрабы не обосрались, и визуал нормальный, и чувство стрельбы неплохое, не бесячие карты. Конечно, визуально персы такие себе, но в целом не могу сказать, что проект прям говно. Так его могут, наверное, назвать только те, кто в него не играли или просто хотят подсосаться к общему хейту. Шутер получился, правда, добротный, но у него есть несколько условностей, которые сделают его ненужным, незаметным и в целом финансово провальным для Sony. Конечно, во всем можно, опять же, винить стилистику персонажей, но дело далеко не в ней. Как по мне, проблема здесь заключается в отсутствии хайпа и рекламы. Увы, но сейчас так в реале, что в 24-м году выпускать новый IP без искусственного ажиотажа или потока рекламы, ну тупо нельзя, ибо что-то новое может не продать само себя просто так. Да, я понимаю, что у всех есть надежда на то, что вдруг вот игрокам понравится, они сами все расхайпят, раскрутят, как это было с Helldivers 2. Но прикол в том, что в той ситуации хотя бы игроки знали первую часть. И вот так вот, да, действительно повезло, что игроки сами ее расхайпили. Тут такое ощущение, что логика Sony была построена таким образом, типа, о, а давайте мы сейчас покажем CGI, все пойдут оформлять предзаказы, и за нифига мы таким игрокам дадим поиграть еще в бету, она им понравится, и все за ними потянутся, и у нас все будет в шоколаде. Нет, к сожалению, тут так вот не сработало. Чтобы были предзаказы, нужно вызвать интерес, а его тупо, тупо нет. И поскольку они все-таки дали доступ всем к этой бетке, а не только предзаказавшим, это все подтверждается. Просто, ну вот реально, о проекте не говорят от слова вообще, ему надо было помочь с каким-то мини-хайпом, чем-то вирусным, не знаю, но единственное, что ему удалось, так это, наверное, собрать вокруг себя хейт стилистских персонажей, но это больше мешает, нежели помогает. К тому же в игре, опять же, нету какой-то супер-мега уникальности, за которую бы все к ней тянулись. Честно говоря, если бы не мои подписчики с Boosty, кстати, если хотите, можете меня поддержать, у нас там секретный чатик есть, я бы и забыл, что у Sony что-то там выходило, и проходит какая-то там бетка. Поэтому и это, и плачевный показатель на онлайн-стиме говорят о том, что на этот проект просто всем пофигу. К тому же проблема создается еще из-за нынешних реалий игровой индустрии, в которых платить за игру не особо круто. Да, если вдруг вы не знали, этот проект платный. Это как бы, ну, нормально, когда ты продаешь свою игру, которую делал, старался, но что-то платить за нее прям совсем не хочется. Особенно, когда она не распиарена, и у нее есть бесплатный аналог, который и так многих всех устраивает. Есть что про Overwatch. Да, как бы игры разные, по-разному ощущается, но когда не хочется платить, почему бы не поиграть в то, что есть. Лично я для себя проблему вижу еще в том, что это прежде всего командная игра, в которую нужно играть со своей тимой, но заставить кого-то купить этот проект будет крайне сложно. Ибо опять же, какой-то крышесносной уникальной идеи компании в этой игре нет. Вселенная харизмы не блещет, остальное вроде все как бы хорошо, классно, но без этого можно спокойно обойтись. Как итог, скорее всего, будет просто финансовый провал из-за отсутствия интереса у игроков. И тут у нас получается забавная ситуация, что Sony вроде как идет по стратегии, которую все ждали, а-ля разнообразия жанров, сделали шутер, но всем просто пофигу. Но как по мне, это все-таки дело тонкое, и в целом проект реально неплохой, его даже можно похвалить моментами, но интерес он не сыскал, отчего, собственно, и самая большая проблема. И единственный выход из этой ситуации, что проект не сдох в первый день недели, это, наверное, ну как-то подсадить всех на него искусственным ажиотажем, подкупить стримеров, блогеров, с предлогом о том, какая же она классная и великолепна, бросайте Overwatch, погнали в командный шутер нового поколения для PlayStation 5. Ну как-то так, короче. Поэтому, если шумихи не будет, проект может умереть в очень ближайшее время. Вот такое вот мнение у меня о данном эксклюзивчике, делитесь своим в комментариях, если видос понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока-пока.